НТТМ НТТМ Что бы ни делали ребята, будь то модель современного вертолета или планетоход будущего, забавная машина или игрушки с хитроумными механизмами внутри, все здесь проникнуто фантазией, воображением, мечтой. Творчество Творчество, с чего оно начинается? Когда приходит к человеку стремление созидать? Вот он, первый рабочий материал будущих Цауковских, Курчатовых, Королёвых. Смотрите, знакомые детские кубики стали не простыми, а электронными. Придумали их ребята на станции юных техников из подмосковного города Щёлково. Я робот, я робот, я Щёлковский робот, примите мой кибернетический привет, привет, привет. Ой-ой-ой! Конечно, настоящего робота шутя не сделаешь. Для того, чтобы собрать радиоэлектронную схему, нужно соединить пайкой множество проводочков и деталей. На это уходит недели, а иногда месяцы. Если же собранная схема не работает, найти и исправить ошибку очень трудно. Попробуй-ка разберись в этом лабиринте. С кубиками всё гораздо проще. Складывая кубик за кубиком и посматривая в чертёж, можно собрать разные электронные приборы. Каждая отдельная деталь, транзистор, конденсатор, микротрансформатор спрятаны в свой кубик. Паять кубики не надо. Они соединяются друг с другом магнитами и контактами. Вот и получился радиоприёмник. Нет, не получился. А, вот ошибка. Здесь нужен другой кубик. Так. Всё в порядке. Сложили кубики по другой схеме, и вот вам музыкальный инструмент. Электронный соловей. Послушать его пение прилетел даже настоящий. О, поют дуэтом. Прежде чем сделать какой-нибудь прибор, ну, например, вот этот счётчик яиц для птицефабрики, ребята проверили на своих кубиках, будет ли работать схема. От этой самоходной тележки, двигающейся на свет фонарика, недалеко уже и до сложных кибернетических систем. Я робот воплощения электроники и механики. Меня создали юные конструкторы, и я тоже совсем ещё молод. Но я буду расти и развиваться. Да, этот робот уже без обмана. А началось всё с кубиков. Отыскать новую звезду. Заметить росчерк метеорита, часами вглядываясь в бездонное небо. Смастерить настоящей собственной конструкцией мотоцикл, машину, самому испытать. Найти оригинальное техническое решение сложного прибора. Всё это забота ребят, которые живут в Новосибирском академгородке и занимаются в своём клубе юных техников. Сюда пришёл несколько лет назад и посвятил мальчишек в свои планы Владимир Александрович Сазонов, детский глазный врач. В результате их сотрудничества, творческих исканий и упорной работы появились в кабинете доктора очень нужные маленьким пациентам вполне современные лечебно-диагностические приборы. Вот релейный цветотест для определения характеристик зрения, выявления косоглазия и для постановки диагноза. Радиоэлектронные узлы для этого прибора тоже делали ребята. Эргограф. С его помощью врач оценивает работоспособность и утомляемость класс пациентов. Страшновато в первый раз в глазном кабинете? Ну вот уже маленькая пациентка занята увлекательной игрой. А прибор называется он амблиотренер, потому что тренирует у детей зрительную реакцию, помогает исправить недостатки зрения. Прибор этот тоже разработали юные техники. И снова урвав свободный час, торопится доктор Сазонов в клуб к юным техникам. Дело не только в том, что он с помощью молодых друзей создаст новые, более совершенные приборы. Важно и другое. Увлеченные интересной технической задачей ребята приобщаются к пониманию гуманного начала творчества, его общественной значимости. Мечта о небе, о межпланетных путешествиях, покорила ребята из Тбилисского дома пионеров. И уже сегодня они стараются приблизить ее осуществление. Строят звездный флот, прокладывают галактикам маршруты, чтобы уверенно выйти в безбрежный космос. В космосе может понадобиться такой корабль-дворник для сборки и переработки блуждающего металлолома. А специальный диспетчерский пункт будет регулировать межпланетное уличное движение. Космолет, подлетающий к Венере, войдя в ее плотную атмосферу с таким воздушным пузырем, будет спокойно плавать, как рыба в воде. На межпланетных станциях, в летающих городах будут жить и трудиться люди из всех стран Земли. Мальчишкам не терпится поскорее одеть космические скафандры. Взглянуть на нашу Землю со стороны. Первыми шагнуть на далекие планеты. КОНЕЦ Мальчишки спешат в будущее. Они выйдут на стартовую площадку своего Байконура и хронометры Земли начнут отсчет. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ